Приветствую вас. Я, пожалуй, поддержу свою коллегу в том, в той части, в которой речь идёт о том, из какой страны ваш мужчина. Здесь я свою коллегу поддержу и скажу, что действительно очень важно то, откуда ваш мужчина, значит, ну, из какой страны. Понимаете, если в его стране женщина, например, курить не должна, что, соответственно, он имел все, ну, все права, да, на то, чтобы, значит, предотвратить к вам такие вот претензии, да. Такие, грубо говоря, условия вам ставить. Мужчина, на самом деле, имел права. Если, например, человек из европейской страны всё-таки, и при этом он ставит вам условия, то здесь, конечно, момент, ну, такой, достаточно странный. Тут я с вами, пожалуй, согласен. То есть я согласен с тем, что не очень нормально, что мужчина как-то вот вам, значит, ставит какие-то условия, да. Ну, потому что всё-таки вы, ну, достаточно мало ещё общались. Вот. То есть здесь нужно исходить именно из культурных особенностей мужчины. Но я полагаю, что основная проблема, основной конфликт заключается на самом деле не в этом. Не в том, что он вам там что-то предложил, или он вам там что-то не так сказал, или что-то не так спросил. Вот. Мне кажется, кажется, что проблема на самом деле в другом. Мне кажется, что проблема основная, основная заключается в том, что у вас были разные ожидания. Вот. От того, что представляли из себя ваши отношения. То есть именно ожидания здесь сыграли свою, на мой взгляд, ключевую роль. Потому что у вас ожидания были одни, а у, соответственно, мужчины были ожидания немножко другие. Вот. И я полагаю так, что вот именно в этих ожиданиях вы и не зашлись со своим мужчиной. Отсюда между вами недопонимание, отсюда между вами стройность, отсюда между вами в вас обида. Обида на, собственно, человека. Вот. И я даже думаю, что в общем и целом обида, ну, достаточно оправданная. Потому что вы действительно хотели бы быть с ним, хотели бы отношений. А тут вот внезапно такие заявления. Итак, вы спрашиваете нас, не поспешили ли вы порвать отношения. Вопрос, конечно, очень интересный, я бы сказал. Потому что, ну, вот, вот, сами подумайте. Если мы вам скажем, что вы поспешили, если мы скажем, что вы поспешили, что будет? Что произойдет тогда? Вы как-то измените, вы как-то, ну, поменяете свое отношение к мужчине? Вы как-то восстановите отношение или что? То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, такой вопрос, заданный по сути дела постфактум, да? То есть, когда вы уже совершили какие-то действия, выглядит, ну, как-то не то инфантильным чересчур, не то, может быть, вы просто ищете у нас какой-то поддержки, вы ищете у нас, ну, одобрение вашего решения. Ну, мне кажется, что ваш вопрос, вот так, как он задается, да, он совершенно лишён какого-либо смысла. Потому что вы уже сделали то, что хотели, что хотели бы сделать, вот. Это то, что касается вот данного вопроса, данного аспекта. Дальше идём. Вы пишите, общались с молодым человеком в интернете. Здесь, конечно, тоже достаточно важный момент. То есть, если вы общались с человеком в интернете, то получается, что для этого были какие-то основания. для того, чтобы вы именно в интернете начали взаимодействовать, значит, с мужчиной. И мне, конечно же, очень интересны, в первую очередь, эти причины. То есть, почему вы взаимодействуете с мужчиной именно в интернете, а в реальной жизни вы как-то пробовали, значит, ну, строить отношения? Не было ли у вас там, может быть, проблем каких-то? Не было ли у вас там сложностей? Ну, именно вот, именно в построении, так скажем, взаимодействий с мужчинами. Вот. То есть, на мой взгляд, это тоже очень важно. То, как вы пришли к знакомству именно в интернете. Как правило, люди приходят туда далеко не сразу и, как правило, людей, ну, людей, как правило, приводят туда какой-то негативный опыт. Либо страх, либо разочарование в мужчинах, реальных мужчинах. Вот. Ну, и так далее. Вот. Дальше. Значит, он из другой страны приезжал два раза. Ну, вы знаете, два раза, если мужчина приезжал, это не так много. Значит, все было отлично, хорошо, приводили время. А на сколько времени он приезжал, мужчина? То есть, как вот вы его, ну, как вы его, как часто вы его видели, мужчину, именно. Как долго вы его видели каждый раз, когда он приезжал к вам. Мне кажется, это важно, потому что, если он приезжал, например, допустим, там, на пару дней, да, это, ну, вообще ничего не значит совсем. А, если он приезжал на большее количество времени, то, соответственно, за это уже можно, ну, за это время уже можно будет, можно было бы что-то сделать, да, как-то наладить контакт. Ну, и так далее, так далее, так далее. Вот. А, то есть, вот этот момент тоже важный. Значит, все было отлично, хорошо, приводили время, он объяснил, что хочет семью и детей. А, так. И каждый день переписывались и прочее. Ну, вот здесь, пожалуй, уже начинаются некоторые интересные моменты, вроде тех, допустим. А, вот, мужчина сказал, аспа хочет семью и детей, но он не сказал, что хочет семью и детей славно. Мужчина сказал, что просто хочет семью. Просто хочет, хочет детей. И мне представляется это так, мне представляется эта ситуация так, что вы, вероятно, вы восприняли чересчур на свой счет то, что он вам сказал. На мой взгляд. На мой взгляд, вы чересчур восприняли на свой счет это. То есть, может быть, он хотел отношений и с вами. Но обычно, как правило, люди, они так не говорят, да, то есть, они не объясняют, что, мол, вот, я хочу семью и детей, да, и как бы, ну, ты будешь именно той, с кем я это построю. То есть, обычно это так не работает, вот, и если мужчина вам об этом сказал, ну, скорее, может быть, он просто изъявил свои приоритеты, может быть. Может быть, конечно, что-то и другое, да, может быть, может быть, какой-то другой был контекст. Но, на мой взгляд, нужно все-таки выявить, опять же, в каком контексте вам, вам, вам мужчина сказал, что хочет, хочет семью и детей. Да? И почему вы подумали, что обязательно это с вами, ну, то есть, вот, именно по отношению к вам? То есть, я понимаю, что, как бы, больше, ну, я понимаю, что это логично, да? Вот. Но, тем не менее. Тем не менее. Вот. Значит, эм, так, каждый день переписывались и прочее, но это совсем ничего не значит. Эм, к себе почему-то не пригласилось, что мне было обидно. А, а, вот, тоже момент, да? Эм, почему, а, почему вам, эм, было обидно, что мужчина не пригласил, эм, вас, э, к себе, к себе? Ну, он, может быть, эм, не хотел, эм, приглашать, а, может быть, опять же, эм, у него были какие-то свои причины, эм, не приглашать вас. То есть, эм, мне кажется, эм, что ваша опида, она связана, эм, с какими-то ожиданиями, может быть, эм, с желаниями. Вот. Эм, и очень важно понять, что это за желания. Такие. То есть, вы их, получается, эм, ждали, ждали, эм, ждали, что мужчина вас, эм, пригласит. Но зачем? Тем более, если он, эм, всего лишь, эм, два раза был у вас в гостях, как вот, ну, как вы им говорите. То есть, что конкретно вам здесь было обидно и почему? Да? О. На что вы рассчитывали и, эм, что для вас значило бы, если мужчина пригласил бы вас? Я хотел развить, эм, отношений. Опять же, опять же, а если, если вы хотите развить отношений, именно вы, если именно вы хотите развить отношений, это, ну, совсем не значит, что того же самого хочет мужчина, да? И если вы хотите развить отношений, то нужно уточнить, чего именно вы хотите. Эм, развить отношений для чего? Развить отношений зачем? Если у вас, эм, к нему любовь, например, была, была или есть, да, то, наверное, логично предположить, что на первом месте для вас его благосостояние, его, эм, наше счастье, его интересы и так далее. А у вас, эм, возникает, ну, что-то немножко другого, да? То есть у вас, эм, старт раскладывается так, что вы, вы, эм, для себя хотите чего-то. Понимаете? Какая история. И если вы хотите чего-то для себя, то, соответственно, можно уже говорить о том, ну, а любовь ли это на самом деле у вас. Если речь идёт о симпатии, например, если речь идёт о симпатии, то, соответственно, можно говорить о том, а не рано ли вы подняли этот вопрос, связанный с отношениями, да? Ну, ну, просто потому что, ага, если дело только в симпатии, понимаете? Что-то если у вас, эм, к нему, эм, только симпатия, и всё. То есть, на мой взгляд, тут вот нужно определиться с вашими чувствами и, эм, наполнением их, этих самых чувств. То есть, что это за чувства, какие они, эти чувства, эм, что из себя представляют эти чувства, эм, и так далее. Вот мне кажется, что, эм, то, что вы, эм, хотели, эм, серьезных отношений, то, что вы хотели развития, именно развития. Это говорит, ну, скорее, о том, чего вы желаете, а не о том, чего хочет мужчина. И, эм, подобная направленность, да, подобная направленность, она, ну, собственно говоря, имеет причину, эта направленность. И мне представляется так, что, вот эти причины, вами не поняты, пока что. Дальше. Я решил спросить у него, сколько он, сколько, э, по времени он планирует ещё приезжать, и как дальше он видит наши отношения. Вот здесь, э, всё не так, на самом деле, однозначно. Как кажется, на первый взгляд. То есть, э, с одной стороны, вроде бы, ну, да, э, вроде бы, вы, э, спешили. Но, с другой стороны, с другой стороны, может быть, э, если вы, э, долго уже, э, уже, э, были вместе, если вы уже, э, долгое время находились, э, э, в отношениях, если вы уже долго, э, были вместе. То, мне кажется, э, э, мне кажется, что, вполне есте, э, естественен был ваш вопрос. И, то, что вы спросили, это нормально. Ну, опять же, понимаете, опять же, история такая, что я не очень понимаю, я не очень понимаю, э, как долго вы, э, по времени были вместе. То есть, как долго всё это длилось. Понимаете? Какая история. Вот. То есть, если, если, э, по, по времени это происходило, э, ну, достаточно долго, то вы имеете право спрашивать. Если, по времени это происходило, э, э, не достаточно долго, в период, в период, например, пару месяцев, то, соответственно, спрашивать, э, вам, ну, наверное, не стоило. То есть, вы, э, в этом случае, э, просто подпишись, подпишили, и, э, тем, тем самым, э, человека от себя немножечко, э, отдалили. Вот. А может быть, даже и, э, э, ну, может быть, даже немножечко, да, судя по тому, что вы разошлись. Ну, может быть, у вас ещё есть шанс. Так, э, значит, он сказал, что мы ещё не парни с девочкой, и девочкой он меня может назвать только когда я выполню его требования, брошу курить и удалю аркету за сайт ознакомства. Ну, а здесь я, пожалуй, с вами согласен, в том плане, что, э, если без, э, оглядки на другие какие-то, э, вещи смотреть, то, э, э, ну, если, э, если на вещи смотреть вот так, то, действительно, мужчина поступил не очень хорошо, э, потому что он, ну, действительно, э, поставил вам такие условия. А любовь, э, если это действительно любовь, да, э, ну, понятно, что любовь никакие условия не ставит. Вот. И мне представляется, э, ситуация так, э, 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 что мужчина, он, видимо, к вам либо ничего, э, серьёзного вообще не имел, да, э, значит, э, ну, либо он вообще ничего серьёзного не хотел от вас изначально. Ага, либо, соответственно, он считает, что вы готовы полностью ему подчиняться. Вот. Так, э, мне очень обидно, поскольку я была уверен, что мы уже встречаемся. Ну, опять же, э, я не знаю всех моментов. Если вы целовались, если вы спали вместе, то да. Ну, это можно назвать встречанием. Если мужчина признавался вам в своих чувствах, говорил, что, э, вы, там, например, ему нравились, нравится, или он хочет быть с вами, вы говорите, да, ты мне нравишься тоже, там, что-то вроде того. Что в таком случае, э, да, можно, может, можно говорить о том, что, собственно, у вас отношения. Но, э, э, как бы, обычно такие вопросы либо очень ясны, либо проясняются. То, что вы, э, решили, э, для себя сами, что вы в отношениях очень похожи на, э, выдавание желаемого за действительное. Вот, как это видится мне. То есть, да, да, обидно, обидно, что мужчина вам ставит условия. Это неправильно. Это не будет неправильно, безусловно, это неправильно, так безусловно быть не должно. Э, условия мужчина, условия мужчина вам ставить не должен. Но, и, то есть, вам, э, вам обидно, это не то, что он вам условия поставил. По крайней мере, вот здесь вы пишете. Оно обидно, что вы были уверены, что вы уже отвечаете. А на всём была основана ваша уверенность. Да? Далее. Меня возмутило, почему она должна выполнять какие-то условия, чтобы стать его девочкой. Это правильно. С другой стороны, если у мужчины, как сказали мои коллеги, есть какие-то культурные особенности, то, соответственно, э, ну, соглашаясь с этим мужчиной быть вместе, э, вы по факту, по сути, э, соглашаетесь и на то, чтобы выполнять его условия. А, иначе, в противном случае, ваши отношения изначально были нацелены на то, чтобы, э, прийти к неудаче, к провалу. Э, значит, я ведь просто спросил, как он видит наши отношения в будущем, почему так сложно просто ответить на вопрос. Знаете, это позиция, э, знаете, как перенос ответственности. То есть, э, вы за своего мужчину пытаетесь, э, что-то там, э, ну, решать. Да? Э, вы за своего мужчину пытаетесь что-то там, э, э, ну, думать. А это на самом деле неправильно, неправильно. Потому что, э, э, вам нужно о себе в первую очередь, э, размышлять. Вам нужно в первую очередь, э, определить, чего вы хотите. И уже потом, после этого, можно будет говорить о чем-то другом. Ну, о каких-то иных, э, ситуациях и, э, иных, э, значит, вещах. А пока вы говорите, я ведь просто задала вопрос. Да, вы просто, э, задали вопрос. И вы имеете полное право этот вопрос задать. Это правда. Это факт. Но, э, мужчина может ответить вам так, как он желает. То есть, это его право. Ваше право было задать вопрос, а его право было вам ответить. Так, как он хочет. Вот. Это может быть неприятно, но, тем не менее. Это так. А вот почему, а вот с какой целью вы спрашиваете нас, почему так сложно просто ответить на вопрос. Это, это само по себе интересно. Дело в том, что мужчина, э, не смог просто вам ответить на вопрос потому, по той простой причине, э, что, э, у него, у мужчины, были условия, специальные условия для этого. Вот. Понимаете? В итоге я обиделась и сказал, что не хочу отношения с ним. Ну, справедливо. Справедливо. Вернуть он меня не пытался. Но, опять же, а вы считаете, что он должен был? А, почему вы считаете, что мужчина должен, э, пытаться вас вернуть? Он поставил условия, вы это условие отказались и он не пытается вас вернуть. То есть, у меня здесь вопрос, а, вот, насколько вы, э, э, как бы, совмещаете то, что вы хотите и то, что вы делаете. А насколько вы искренне с собой. То есть, в итоге вы обиделись. Ну, в данном случае, обида, ну, в общем-то, оправдана, потому что, э, ну, в зависимости от контекста, но обида может иметь место, место быть. А, вот, э, э, и сказали, что у него родители с ним отношения, но почему-то при этом, при этом, а, ожидается, что он будет вас, в, в, возвращать. С чего, с какой, кстати, непонятно. Э, мужчина просто испугался, э, э, что я тороплюсь в событии, не знаю, это нужно, это, э, ответ на этот вопрос, э, кроется в том, сколько времени вы взаимодействуете и какой характер у мужчины. То есть, примерно, ну, вот, отношение, э, характера мужчины ко времени, что вы общаетесь, э, даст ответ на ваши вопросы. Понимаете? Если вы общаетесь, например, два месяца мужчина, такой, очень, э, закрытый, очень такой, э, э, такой, неторопливый, обстоятельный, э, любит, чтобы всё было по плану, да, э, то вы поспешили. Если вы общаетесь, э, например, там, грубо говоря, э, э, не знаю, там, неделю, например, да, неделю или две недели, а, мужчина такой довольно вспыльчивый, то да, он действительно мог испугаться. Почему мне ставят условия? Ну, потому что, э, э, он такой человек. Я думаю, что, э, могут быть и другие причины, такие, например, как стереотипы о женщинах, такие, например, как представление о женщинах, такие, как, э, как, э, например, свои собственные желания, такие, как, э, свои страхи, но вряд ли вам от всего этого будет легче. Вот. А, мне кажется, что если девочка нравится, то условия быть не должно. Вы понимаете, может быть, вам их правильно кажется, но только в том, что это вам кажется. Это ваша позиция. А у мужчины своя позиция. А, и вы позицию мужчины не принимаете. И не принимаете вы позицию мужчины довольно справедливо, потому что вам это не подходит. Но вам нужно принять то, что вы не принимаете позицию мужчины. И для себя самой выявить причины этого. То есть вы не принимаете позиции мужчины почему. Или, по крайней мере, они должны быть озвучены. Ну, озвучены, да, но вы же сами подняли разговор про отношения. Может быть, мужчина вам и собирался озвучить это раньше. А, вот, э, поскольку вы подняли эту тему, он вам и сказал, а не после моего вопроса, куда мы движемся. Нет, ну, еще раз говорю. Вот вы, знаете, у вас есть какие-то свои представления об отношениях, вы активно их накладываете на то, что происходит. Ну, не может и не должен мужчина поступать в отношениях так, как вы хотите, так, как вы считаете нужным и правильным. Это не работает так, не работает так. Смотрите, вот. У мужчины был план. Вы своим вопросом его план, ну, разрушили, да? Или заставили его раскрыть карты, ну, более рано, раньше. Раньше, чем он хотел. И все. Почему вы считаете, что условия не могли быть озвучены после вашего вопроса? Так именно после вашего вопроса условия озвучены и должны быть озвучены, потому что до сих пор отношения были эмоциональными, и теперь они перешли в фазу рациональных и, соответственно, соответственно, мужчины вам отвечают с точки зрения рациональности уже. Кто там, кто-то может объяснить его поведение? Ну, я полагаю, что насколько это возможно говорить о третьем лице его поведения, я вам объяснил, насколько можно говорить о третьем лице. Вы сами подумайте, вам что даст вот объяснение его поведения. Ведь ваша конечная цель такая. Либо вам это не подходит, вам эти отношения и мужчина не подходят. Либо вам это подходит, но вы просто наоборот, например, боитесь чего-то. Да? И все. По факту. Поэтому вот мне думается, что от этого нужно исходить. То есть, если вам эти отношения не подходят, ну, все, они вам не подходят, как бы, двигитесь дальше. Если они вам подходят, но вы все равно дали им задний ход и хотите отношения вернуть, возвращайте, соглашайтесь на условия и так далее, либо обсуждайте эти условия. Заметьте, вы, руководствуясь своими представлениями, совершаете какие-то действия и ждете, что человек вам уступит. Человек не должен вам уступать. Так же, как и вы уступать не должны исходить нужно из ваших желаний. Понимаете? Мне кажется, что вот так можно вам ответить на ваш вопрос. То есть, разберите сперва с собой, да, со своими субъективными аспектами, а уже потом можно будет говорить о том, что происходит с мужчиной. А так вы, не понимая до конца себя, пытаетесь мужчину понять, вот, и это приводит на самом деле лишь только к негативу. Потому что вы будете жить его эмоциями, его чувствами, его, но не своими. Понимаете? Вот. И это на самом деле для вас не есть хорошо. Хорошо. Я думаю, что так можно вам ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...